После 12 лет обучаться сложнее российский лингвист об эволюции языков, полиглотах и общении с инопланетянами. 29 апреля 2019 года, 2040, российский лингвист и популяризатор науки Александр Пиперский в беседе S.R.T. рассказал о естественных, искусственных и вымышленных языках, причинах их распространения и исчезновения, сближения устной и письменной речи, появлении мессенджеров с идиограммами и смайликами. Ученый пояснил, в каком возрасте лучше начинать изучать языки и почему дети проще ими овладевают, чем взрослые, а также раскрыл секрет, как стать полиглотом и можно ли установить вербальный контакт с инопланетянами. Александр, существует гипотеза, согласно которой люди генетически запрограммированы на совершенное усвоение языка, однако после достижения определенного возраста, примерно около 12-14 лет, эта способность исчезает. Так ли это? Есть ли смысл изучать иностранные языки во взрослом возрасте? Согласно так называемой гипотезе критического периода, ребенок до определенного возраста легко усваивает язык, который слышит, воспринимает и изучает его грамматическую систему без всяких правил и учебников. Взрослым кажется, что их когнитивные способности лучше. Но если вокруг них заговорят, например, по-венгерски, то они ничего не поймут и не выучат. Трех-четырехлетнему ребенку в аналогичной ситуации потребуется всего несколько недель, чтобы начать на нем общаться. Примерно до 12 лет дети способны выучить от двух до четырех языков. После этого возраста и обучаться сложнее. Единого для всех метода нет. Одни хорошо имитируют устную речь, быстро улавливают интонацию. Другие, наоборот, любят учить языки по книгам. Есть ли возраст, после которого невозможно выучить иностранный язык? После подросткового периода сложно овладеть им в совершенстве. Не верьте в рассказы про 18-летних молодых людей, которых обучают языку в разведшколе и затем забрасывают на территорию противника. Обычно разведчиком становится тот, кто выучил язык в детстве. В противном случае можно очень легко выдать себя. Даже если ты хорошо выучишь язык, его носитель поймет, что ты владеешь им не с детства. Индейский кот. В Мексике открыли памятник советскому ученому, расшифровавшему письмена Майя в мексиканской Мериде. Открыли памятник советскому историку и этнографу Юрию Кнорозову, который разгадал одну из основных загадок В. Некоторые родители разговаривают со своими детьми на трех-четырех языках. Есть какой-либо безопасный лимит для ребенка. Об этом ничего не известно. Дети осваивают два языка без особых проблем. Считается, что билингвы обычно позже начинают говорить, чем их сверстники, но это же не бег на скорость. Довольно редко бывает, когда в семье общаются на четырех языках. При этом ситуация, когда мать говорит на одном языке, отец – на другом, а окружающее – на третьем, считается нормальной. До какого возраста детям нужно учить язык, чтобы знать его идеально? Если ребенок теряет доступ к языку в 5-6 лет, то может легко его забыть. На сознательном уровне – фактически полностью, но подсознательно он будет иногда что-то понимать. И тут возникает вопрос уровня овладения. Одно дело – уметь произносить базовые фразы, другое – знать язык на уровне образованного человека. Сколько языков может выучить один человек? Называют разные цифры – 19, 24, даже 54. Первые два числа мнения кажутся такими уж большими. Третья – уже более серьезная. Нужно учитывать, что такие рекорды очень сложно измерять. Если мы попросим полиглота прочитать текст на каком-нибудь языке, то и 50 – не слишком большая проблема. Если умеешь читать по-русски, по-сербски и по-польски, то поймешь все славянские языки – славянский, македонский и другие. Если полиглот знает 54 языка, это не означает, что он всеми ими владеет свободно. Совершенно неизвестно, что это значит. Сможет ли он прочитать текст, разговаривать в естественной ситуации? Я знаю ряд выдающихся людей, которые владеют многими языками. Замечательный болгарский лингвист Иван Держанский говорит на нескольких десятках, по-русски – «совершенно свободно». А вот дальше уже начинаются градации, как у любого из нас. Можно выучить по паре фраз на разных языках. Этого вполне хватит, чтобы произвести впечатление на широкую аудиторию, но явно недостаточно, чтобы считаться настоящим полиглотом. На сегодняшний день известно о 7 тысячах языков. Две трети населения планеты говорят на 40 самых распространенных, 400 считаются исчезающими. Почему же языки умирают? Похожую ситуацию можно наблюдать во многих областях. Мало больших городов, много малых деревень, которые теряют жителей и исчезают с карты. Языков становится все меньше. Это процесс глобализации. Этнический язык, привезенный в мегаполис, оказывается экономически неэффективным и легко теряется. Умирающие языки можно сравнить с биологическими видами из Красной книги. Существует огромное количество естественных языков, но появляются и искусственные. Часть из них – формализованные языки науки и информатики. А некоторые создаются для международного общения – эсперанто, интерлингва, междуславянский, афро. Почему ни один из них не стал широко известным? Нужно различать степени их успеха или неудачи. На языке эсперанто сейчас говорят около двух миллионов человек – больше, чем на многих естественных. Другое дело, что он не стал популярным средством общения людей на планете. Отметим, что у эсперанто стартовые позиции были хуже, чем у английского или французского языков. 130 лет назад им занималась лишь небольшая группа лиц. Его разработчик Людвиг Замингов хотел, чтобы на эсперанто разговаривали 10 миллионов человек, но не достиг своей цели. Однако этот проект можно считать по-своему успешным. Куда хуже обстоят дела с междуславянским, усредненным языком. Он оказался не нужен, потому что славянские языки не очень далеко разошлись, а их носители либо неплохо понимают друг друга, либо используют английский. Практика показала, что смысла в усредненных языках нет. Получается, сейчас отсутствует необходимость в создании языка межнационального общения. В любой момент истории человечества был язык, который в разных частях мира выполнял такие функции. В античную эпоху на юге Европы это был греческий, затем латынь. В веке межнациональным языком для европейцев стал французский, сейчас ему на смену пришел английский. Эсперанто включает в себя заимствованные элементы естественных языков, но есть и другие, в основе которых лежит новая система знаков и логическая философская идея. Один язык, соль-ре-соль, состоит из музыкальных нот, другой настолько сложный, что включает в себя 81 падеж. Для чего они создаются? Соль-ре-соль, составлен на основе нотной гаммы, слова комбинируются из семи нот одной октавы. Люди сейчас проводят огромное количество времени в мессенджерах. Стало популярной перепиской с использованием эмадзи, идеограмм и смайликов. Нужен ли нам особый язык для письменного общения? Он существовал и ранее. В допетровской России была так называемая дегласия. Люди говорили в быту по-русски, а на церковно-славянском происходило торжественное общение. Это был язык книг и церкви. Между русским устным и письменным разница есть и сейчас. В современной эпохе мессенджеров и соцсетей образовался канал между ними, они схлопываются воедино. Другу или даже коллеге мы пишем в мессенджере на языке, похожем на наш устный. Эмадзи, гифки и стикеры сложно считать полноценным языком, это украшение. Раньше тоже рисовали цветочки на полях. Интересный пласт искусственных языков, эстетические и артистические, которые создаются для вымышленных вселенных. Эльфийские языки других народов у Джона Толкина, Датракийский в «Игре престолов», Клингонский из сериала «Звездный путь». Кто эти люди, которые создают языки для целых миров? Мода на вымышленные языки началась с Толкина, который утверждал, что создает для них миры. Он был филологом, специалистом по истории древнегерманских языков. В мирах Толкина есть элементы древнегреческого, финского, германских и кельтских языков. Первым лингвистом в киноиндустрии стал Марк Акрант, который изобрел Клингонский язык. Пол Фрамер придумал язык на вид для Аватара, Дэвид Питерсон, Датракийский для «Игры престолов». Расскажите о попытках создать язык для общения с внеземным разумом. Какие критерии важны, ведь речь идет про контакт с совершенно другим видом. Идеи общения с инопланетным разумом стали появляться в 1950-1960-х годах прошлого века по мере развития космонавтики. Люди стали думать, какое послание можно отправить в космос. Никто не знает, какими органами чувств обладают существа, с которыми мы собираемся взаимодействовать. Одна из идей заключалась в том, чтобы посылать картинки. Самые известные – пластинки из анодированного алюминия с изображениями Солнечной системы, которые были отправлены в космос на кораблях Пионер-10 и Пионер-11. На них также были изображены мужчина и женщина и показаны единицы измерения. Что произошло дальше, неизвестно, поскольку никто не попытался с нами вступить в контакт. Полную версию интервью смотрите на сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова